Таблица Товара Товары могут быть как цельные, так и составные. Компоненты последних указываются в нижней подчиненной таблице. На вкладке «Поступление» осуществляется фиксация прихода товара от поставщиков. Реквизиты поставщиков берутся из таблиц справочника «Поставщики», который находится в меню таблицы. Здесь при желании можно запомнить все данные, касающиеся реальных поставщиков. Кроме того, в таблице «Поступление» можно учитывать возврат товаров, ввод остатков, пересортицу и так далее. При поступлении товара заполняются поля в новой строке в таблице «Поступление», затем заполняется подчиненная таблица «Поступившие товары». После этого можно распечатать приходную накладную с помощью кнопки на панели «Инструменты». Давайте это сделаем для прихода товара в третьей позиции. Запустился Excel и из данного прихода все поступившие товары заносятся в приходную накладную. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть при печати. Вот таким образом. В таблице «Продажи» отражаются факты продажи товаров. В подчиненной таблице внизу, соответственно, указываются данные о продуманных товарах. После внесения данных о продаже с помощью кнопок в конце панели «Инструменты» можно сформировать ряд бухгалтерских документов. Например, для пятой записи оптовой продажи давайте сформируем расходную накладную. Нажимаем кнопку «Расходная накладная». Открывается Excel и мы увидим сформированную расходную накладную для выбранной позиции оптовой продажи. Давайте также выставим счет с помощью одноименной кнопки. Вот мы видим сформированный счет. Реквизиты нашего предприятия, попутно замечу, указываются в меню «Сервис» «Диалоги глобальной константы». Здесь можно заполнить реквизиты для собственного предприятия. Подобным образом формируются и остальные документы с помощью соответствующих кнопок на панели. Если фирма, к примеру, занимается сборкой компьютеров или подробным производством, то эту информацию можно фиксировать на вкладке «Производство». При заполнении таблицы «Произведенные товары» происходит автоматическое их списание со склада в таблице «Списание» и поступление произведенного экземпляра в таблицу «Поступление». На вкладке «Перемещение» фиксируются события перемещения товаров между складами. Входящие платежи от клиентов заносятся в таблицу «Платежи». В таблице можно указать, по каким счетам и договорам прошел платеж, полный это платеж или частичный, и другие данные. Получить информацию по состоянию складов можно на одноименной вкладке. Здесь можно быстро увидеть, какие товары требуются заказать, а также ознакомиться с последними закупочными ценами на них. На вкладке «Сотрудники» заносится информация о сотрудниках, работающих в вашей организации. В подчиненной таблице можно ввести историю их расходов, выданных зарплат. Здесь сотруднику можно назначить фотографию и его изображение от сканированного паспорта. Кроме того, эта таблица используется для организации многопользовательского режима работы с программой, но об этом чуть позже. Теперь пришло время на практике создать в справочнике новый товар, осуществить его в приход, продажу, списание части товара, а затем мы проконтролируем остаток на складе. Переходим на вкладку «Товары» и нажимаем кнопку для главной таблицы «Добавить новую запись». В конце таблицы добавляется пустая строка для ввода, заполняем все необходимые поля. Пусть это будет «Мышь» и «Витек», «Товарная группа», «Комплектующая», «Семейство» и «Мыши». Далее дадим какой-либо штрих-код произвольный в данном случае и цену. Для нашей мыши установим 2500. И теперь перейдем в поле «Цена продажи». Как видите, после перехода в поле «Цена продажи» автоматически было установлено значение этого поля 3000. Это произошло потому, что для поля «Цена продажи» была установлена наценка в размере 20% от стоимости. Далее, позже я покажу, как изменить эту наценку в поле «Цена продажи». Кстати, очень удобно передвигаться от предыдущему к следующему полю по нажатию клавиши «Энтер». Вот мы перешли к полю «Цена продажи оптовая» и снова значение было выставлено автоматически. Это наценка 10% от цены нашей мыши. Дальше при необходимости заполняются поля остальные. И вот в конце есть предпоследнее поле в прайс-листе, галочка в котором делает видимым товар в прайс-листе. Далее мы увидим, как распечатывается прайс-лист через меню «Отчеты». Итак, для завершения добавления товара в справочник товаров мы запомнили необходимые поля. И теперь переходим на следующую пустую строчку. Таким образом заносим нашу запись в таблицу. Так как мышь «Товар» не составной, то подчиненную таблицу компонента мы не заполняем. И теперь на вкладке «Поступление» проведем приход товара. Нажимаем кнопку «Добавить новую запись» и заполняем необходимые поля. Вставщик третий. Значение в поле «Сумма» в данной таблице автоматически заносится по мере наполнения товарами подчиненной таблицы «Поступившие товары». Теперь подтверждаем данных переходом на новую строку и возвращаемся обратно. Теперь мы можем заполнять подчиненную таблицу «Поступившими товарами». Итак, выбираем нашу мышь, которую мы на предыдущем шаге добавили в таблицу «Товары». Вот наша мышь. Количество проставляем 10 штук. И подтверждаем введенные данные переходом на новую строку. При этом выдается запрос на пересчет значения в поле «Сумма». Поскольку я изменил количество с одной штуки на 10, мы соглашаемся. И поле «Сумма» как в подчиненной таблице, так и в главной таблице автоматически пересчитывается. Теперь давайте продадим нашу мышь. Допустим, в розницу за наличный расчет документ будет чек. Соответственно, склад у нас второй. Мы приходили на второй склад. Далее подтверждаем ввод данных переходом на пустую строчку. Возвращаемся и указываем, что мы конкретно продали. Продали мы нашу мышь в GitTag. Вот она. Количество давайте укажем 3 штуки. И теперь переходим на следующую пустую строку. Соглашаемся также с пересчетом. Теперь также необходимо пересчитать сумму с НДС. И поле всего с НДС точно так же автоматически меняется. Таким образом, поле автоматически заполняются, а так же заполняется сумма всей операции. Теперь спишем часть наших мышек по браку. Фиксируем факт списания путем добавления новой записи в главную таблицу. Как мы можем видеть, в заранее определенных значениях поле типа операции есть 3 элемента амортизации, производства и пересортица. Мы же хотим списать по браку товар. Если данный факт будет повторяться достаточно часто, то имеет смысл значение брак внести в этот список. Для этого необходимо вызвать контекстное меню заголовка поля типа операции и выбрать пункт свойства поля. Перед нами открывается окно настроек поля. В данном случае нас интересуют значения предопределенные для этого поля. Вот здесь, как мы видим, уже присутствуют 3 значения. Добавим значение брак. И вот теперь мы можем выбрать значение брак из выпадающего списка. Так, склад у нас второй. Теперь переходим на новую строчку. Возвращаемся на предыдущую, тем самым сохраняя введенные значения. И в подчиненную таблицу теперь необходимо добавить мышь и количество, допустим, 2 штуки мы спишем по браку. Находим нашу мышь. Количество 2 штуки. Таким образом мы списали мышь. Тип операции брак. Количество 2 штуки. И теперь давайте проверим состояние склада. Находим нашу мышь. Вот на втором складе мышь Logitech. И количество на этом складе 5 мышей осталось. На самом деле все правильно. Изначально поступило к нам 10 мышей, продали 3 и списали по браку 2 мыши. Итого осталось 5 мышей. Как вы уже, наверное, заметили, в данной таблице некоторые записи подсвечены оранжевым цветом. Это реализовано в свойствах таблицы и происходит тогда, когда количество товаров на складе меньше определенного порога. Этот порог задается в поле лимит каждого товара. Вот в этом поле. И если количество товара меньше, значение заданного в поле лимит, то такой товар в этой таблице подсвечивается. Таким образом сразу видно, что необходимо заказать. Давайте для нашей мышки зададим в поле лимит пороговое значение, допустим 6. То есть минимальное количество товара, которое должно быть на складе, это 6. Переходим на вкладку состояние товаров и видим, что наша мышка подсветилась так же, как остальные записи оранжевым цветом. То есть реальное количество на складе 5, лимит 6. Как только количество меньше лимита, происходит подсветка текущей записи. Таким образом мы видим, что наша мышь нуждается в до заказе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!